Торжественное собрание, посвященное 1 мая, прошло в городском Доме культуры. На мероприятии были награждены лучшие предприятия организации Барановичей в области охраны труда. В Беларуси 2 мая началась вступительная кампания. За первые дни регистрацию на централизованное тестирование прошли более 2000 абитуриентов страны. 1 мая открылся купаль на сезон. Официально он продлится до 30 сентября. Водохранилище Мушанка уже принимает первых отдыхающих. Мой край живопис. В выставочном зале Краеведческого музея открылась выставка барановичского художника Игоря Шкири, посвященная 70-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности. Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней Барановичи». На этой неделе наша страна отметила праздник труда. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с праздником. Этот день отмечен особым чувством благодарности ко всем, чей труд является основой жизни и процветания родного края. Кто предан своему делу и гордится им, говорится в поздравлении. Белорусский лидер уверен, что празднование 1 мая отмечает важность всех профессий и необходимость в них. Торжественное собрание, посвященное Дню труда, прошло в городском Доме культуры. 1 мая для многих стран – символ социальной справедливости и достойной жизни. Для жителей Беларуси это день построения сильной и процветающей страны. Ведь трудолюбие – это основа благосостояния каждого человека, каждой семьи и каждого коллектива. В городском Доме культуры прошло торжественное собрание, посвященное празднику 1 мая. Мероприятие собрало представителей всех трудовых коллективов – промышленности, транспорта, энергетики, строительства, образования и культуры. Барановичанам есть чем гордиться. Продукция ряда предприятий города получила признание на различных конкурсах. Наградами республиканского конкурса – лучшие товары Республики Беларусь, отмеченный сыр «Маздан Голд» Барановичского молочного комбината, тостовый хлеб Барановичского хлебозавода, постельное белье из хлопчатобумажных и смешанных тканей от БПХВО, мясорубка для предприятия «Бшепита» от Таркмаш. Данное предприятие удостоено специальной награды «Лучший в регионе Брестская область». Барановичское производственное хлебчатобумажное объединение в данном конкурсе удостоено награды «Лучший в отрасли». Своим активным участием в месячнике по благоустройству и санитарной очистке города жители Барановича продемонстрировали сплоченность и желание трудиться на благо родной Беларуси. А это значит, что у нас есть самое главное – желание людей изменить свою жизнь к лучшему. Способность действовать в интересах края поистине заслуживает уважения. На праздничной сцене наградами отметили коллективы с лучшей организацией охраны труда. В любых достижениях социальных, экономических самое главное – это человек труда. Благодаря его уму, сердцу и рукам делается все самое лучшее на земле. Стабильная работа трудовых коллективов позволяет обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие города. В этом году многое будет сделано и для благоустройства Барановичей. В ближайшей перспективе в городе запланировано строительство детского сада в микрорайоне Боровки, строительство станции скорой и неотложной медицинской помощи. Продолжается работа по капитальному ремонту жилья, благоустройству города. Начато строительство спортивной игровой площадки недалеко от улицы Промышленная с привлечением средств Иеракийского союза. Город готов к реализации проекта по светодиодному уличному освещению. Торжественное собрание продолжилось праздничным концертом при участии артистов Барановичского государственного музыкального колледжа и учащихся детских школ искусств. История праздника имеет более чем вековую традицию. Сегодня он ассоциируется с весной и хорошим настроением. Незабыты и истоки солидарность людей труда и созидания проявляют участники традиционных маевок. В белорусском календаре сегодня этот праздник называется Днем Труда. Поэтому мы решили узнать у наших горожан, приносит ли им удовлетворение их работа. 1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День Труда. Поэтому мы решили узнать у наших горожан, приносит ли им удовлетворение их работа. В любой работе есть свои какие-то плюсы, свои минусы. Но я очень доволен той работой, которую я делаю. Всегда с молодежью приятно общаться, понимать, что ты являешься какой-то искрой для них. Ну и в принципе площадкой для развития, что очень важно. И это воодушевляет, придает сил. Неотъемлемый элемент удовлетворенности работы – это и есть работа в команде, в коллективе. Хочу отметить, что у нас действительно сложился потрясающий, хороший коллектив, надежный. И вот эта работа в команде позволяет нам на сегодняшний день показывать отличную работу, отличные результаты. Я работаю маркетологом, меня полностью удовлетворяет моя работа, мне нравится это. Уже я 12-й, вот, на Казьбе. Скосили площадь этого, я здесь, пошли здесь, пошли туда, на вечный огонь косить. Еще дальше пойдем. На свежем воздухе, тем более. Так же нормально. Иду сейчас в налоговую инспекцию, оформляться ремесленником. Вот, будет помощь в зарплате, может что-нибудь и наладится. Я работаю воспитателем в детском саду номер 53. Мне очень нравится моя работа и коллектив, в котором я работаю. Вот, поэтому все очень устраивает. Моя работа, заработная плата, не зависит от, как это правильно сказать, от государства. Я работаю ремесленником, занимаюсь кузнечным делом, поэтому моя работа зависит полностью от того, что я сделаю. То, что я найду клиентов, то, что я сделаю, то, что заработаю. Я работаю с коллегой, у нас двое человек, поэтому никакого дискомфорта я не испытываю. Вот, я доволен всем. Я работаю на фирме «Томерланстройпроект». Вот, плиточник, облицовщик. Работа устраивает, зарплата нет. Хотелось бы больше, наверное, как и все в нашей стране. Я работаю в такси с пика 155. Как бы на 1 мая праздник большой. Хотелось бы, конечно, клиентов побольше. Но так как наши конкуренты не дают нам поработать. Вот. Ну да, хотелось бы, как бы, и зарплату побольше, и клиентов. А так, работаю доволен. Я работаю преподавателем в колледже сферы обслуживания. Все устраивает. Только хотелось бы, чтобы была более высокая подготовка учащихся, чтобы они могли рассуждать, могли самостоятельно делать выводы на основании знаний. Ну, это, соответственно, зависит от их ответственности. Наверное, вот этого хотелось бы. Мне нравится. Я просто работаю на себя. Вот здесь заправляю принтеры, кассеты цифровые. И, скажем так, работал, ну, более 20 лет на компании какие-то. И я понял, что в Барановичах на кого-то, если работать, ну, маловероятно, что платили больше, чем ты просто выжил. Поэтому мне нравится работа самому. Я с удовольствием это делаю. И я думаю, что каждый, у кого есть какие-то качества, что могут двигать его в работе, ну, это обеспечит больше, чем если ты работаешь на кого-то. И вообще мне нравится этот город. Я здесь более 20 лет. И добрые люди очень в Барановичах живут. Я сам из-под Солигорска, вот, и приехал сюда. И мне впечатлили Барановичи. Я здесь остался живу. Конечно же, поздравляю всех самого лучшего. Здоровье самое главное. Отношений в семье хороших. А все остальное, оно приложится. Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение остается одним из градообразующих предприятий Барановичей. В ближайшие годы перед текстильщиками стоит важная задача показать достойный уровень рентабельности продаж и увеличивать темпы роста выручки от реализации продукции. Все это невозможно без личного вклада каждого, кто трудится на предприятии. Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение уже более полувека является крупнейшим предприятием по производству текстильной продукции в Беларуси. Причем выпускаемая здесь продукция хорошо известна и любима не только в нашей республике, но и за ее пределами. Сегодня на ППХО работают около 2,5 тысяч человек. Ставку на предприятие сделали на модернизацию. Вложение инвестиций в оборудование и строительно-монтажные работы составило 33,5 миллиона евро. За это время введены в эксплуатацию 208 единиц оборудования, модернизация проведена на трех фабриках нашего объединения. Новые прядельные машины последнего поколения позволили увеличить выпуск пряжи на одного работника фабрики с 1,5 тонн до 3 тонн в месяц и повесить производительность труда более чем в два раза, а также минимизировать долю ручного труда в производстве пряжи и автоматизировать весь процесс получения пряжи. Высокое качество производимой продукции позволило предприятию значительно увеличить поставки продукции за рубеж. Удельный вес экспорта по итогам 2017 года – 40% по объеме реализованной продукции. Рост составил почти 160% к уровню 2016-го. В планах предприятия продолжить активное продвижение на зарубежные рынки. Сейчас на БПХО реализуется инвестиционный проект разработки внедрения технологий цифровой печати на клопчатой бумажной ткани для постельного белья. Производительность нового оборудования выше в 2,5 раза, что позволило выпускать ткани на одного работника в 2,4 раза в месяц выше. Внедрение жаккардового качества позволило выпускать ткани со сложными ткацкими рисунками. Постельного и столового назначения значительно обновит ассортимент производимой нами продукции. При помощи установленного сложного технического оборудования в отделочной фабрике сформирован технологический процесс с возможностью обработки тканей шириной до 3,2 метров в готовье различными видами обработок. Предприятие успешно реализует и другие проекты по декоративному текстилю, производству тканей для одежного ассортимента, тканей для рукоделия. На нашем предприятии много внимания уделяется вопросам охраны труда. Так, в 2017 году на улучшение условий охраны труда затрачено 294 тысячи рублей. Работники, работающие на потенциально опасных объектах, прошли обучение и проходят обучение. Так было обучено на целевых курсах около 180 человек. На приобретение спецодежды для работников, работающих в условиях вредного производства, затрачено 200 тысяч рублей. Создание комфортных и безопасных условий для работников – один из приоритетов предприятия. За 12 месяцев 2013 года выполнено 17 мероприятий по улучшению условий труда. Организовано проведение медицинских осмотров и оздоровительных мероприятий. Евгения Апанасик, юрист по образованию, уже 6 лет работает на предприятии. Условиями труда довольна. Я пришла в 2012 году, я закончила экономико-юридический колледж и поступила в институт по правоведению. И пришла сюда, устроилась на работу. Два месяца меня стажировала работница, которая здесь работала. Я сдала экзамен на разряд. Ну и начала работать. В принципе, работа несложная. Барановское производственное хопчатобумажное объединение показывает хорошие темпы роста объемов производства. В ближайшие годы перед текстильщиками стоит важная задача – показать достойный уровень рентабельности продаж и увеличить темпы роста выручки от реализации продукции. Все это невозможно без личного вклада каждого, кто трудится на предприятии. В Беларуси 2 мая началась вступительная кампания. За первые дни регистрацию на централизованное тестирование прошли более 2000 абитуриентов страны. С этого года правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования Беларуси были скорректированы. Так, будущие студенты вправе использовать результаты сертификатов 2017 года. Срок их действия продлен до двух лет. Также у абитуриентов появилось право комбинировать результаты тестов. Например, тесты по математике прошлого года и нынешнего по языку. Подать документы на ЦТ можно в Барановичском государственном университете. В Беларуси 2 мая началась регистрация для участия в основном этапе ЦТ и продлится по 1 июня. Для регистрации абитуриентам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, подать заявление на одном из государственных языков Республики Беларусь, оплатить прием и оформление документов для участия в ЦТ в размере 0,1 базовой величины за один учебный предмет. Всего в вузы нашей страны в текущем году планируется принять 55 тысяч студентов. В учреждения профтехобразования около 31 тысячи. В первый день в Барановичский государственный университет пришло порядка 90 будущих студентов, которые получили на руки свои 240 пропусков. Каждый день примерно одинаковое количество к нам приходит. Это и жители города Барановичи, это и приезжие ребята. В целом, я думаю, что где-то около 4,5 тысяч человек будет проходить тестирование у нас на базе университета в этом году. Примерно столько же, как и в прошлом. С этого года срок действия сертификатов ЦТ увеличен до двух лет. Это значит, что во время нынешней приемной кампании в вузы абитуриенты могут использовать сертификат централизованного тестирования с лучшим результатом за 2017 год. Также у выпускников колледжей, окончивших учебное заведение с красным дипломом, есть возможность поступать в университет на смежную со своей специальность без вступительных испытаний. Абитуриенты могут зарегистрироваться для прохождения четырех предметов, в том числе и, например, по русскому и белорусскому языку. В большинстве своем выбирают три предмета для прохождения тестов. Ну, определенная часть берет четыре предмета. Некоторые берут один предмет, наверное, те ребята, которые поступают в колледжи. Также в этом году в приемную комиссию можно будет подать сертификаты тестирования, полученные в предыдущем, в 2017 году. График работы пунктов регистрации следующий. В рабочие дни с 9 до 19 часов, в субботние дни 12 и 26 мая с 9 до 18 часов вечера. Водохранилище «Мушанка» принимает первых отдыхающих. В Беларуси с 1 мая открылся купальный сезон. Официально он продлится до 30 сентября. Готовность всех зон отдыха была обеспечена к 25 апреля. Сотрудники Барановичской спасательной станции «Освод» напоминают, что купание в неустановленных для этого местах, употребление алкогольных напитков, невнимательность со стороны взрослых к своим детям приводит к печальным последствиям. Поэтому зачастую благополучие купального сезона не всегда зависит от работы ответственных служб, но и от поведения самих любителей активного отдыха. Все городские пляжи уже приведены в порядок. Поэтому, несмотря на то, что температура воды водохранилища «Мушанка» не превышает в эти дни плюс 17-18 градусов, первые отдыхающие уже открыли здесь купальный сезон. Однако от купания пока стоит воздержаться. Сейчас прогрелся только верхний слой воды, а на глубине одного метра она все еще остается холодной. Длительное пребывание в ней может вызвать судороги и привести к несчастному случаю. Даже опытные пловцы не застрахованы от утопления. Для того, чтобы предотвратить трагедию, на пляжных территориях работают спасательные службы. Со 2 мая на наших городских водоемах, озеро Светиловское, озеро Жлобинское, начали функционировать сезонные спасательные посты, которые работают с 9 до 21. Но, к великому сожалению, на этих водоемах купание запрещено. Может быть, к сожалению, может быть, к радости. Почему? Потому что там очень большие глубины, очень большие перепады глубин. И эти озера, они прежде всего у нас в городе как ландшафтные. В первые дни официального открытия купального сезона от отдыха на воде стоит воздержаться. Он может оказаться небезопасным. Особенно подвержены риску дети, которые приходят на водоемы без родителей, мужчины и люди в состоянии алкогольного опьянения. К сведению, утопление третье по значимости причина смерти от непреднамеренных трав в мире. За 4 месяца текущего года в Брестской области утонуло 6 человек, из них один ребенок. В Барановичах также зарегистрированы несчастные случаи еще до начала купального сезона. Если бы не дежурная смена, трагедии было бы не избежать. Одна девочка плохо плавала, вторая ее уговорила, чтобы она поплыла. И одна доплыла до тумбы у нас, а вторая немножко осталась ей метра полтора. Ну, начала уже махать руками, кричать, начала, короче говоря, тонуть. Ну, благо она находилась совсем рядом с тумбой, ее сами же и вытащили. Наши ребята на катере подошли, ее оттуда сняли, она была очень испугана. Ну, естественно, для человека, который в такую ситуацию попал. В этом году все заезды к прибрежной зоне Мышанки перекрыты шлагбаумами. Нахождение автомобиля на водохранилище на расстоянии 50 метров категорически запрещено. Однако не всех любителей культурного отдыха это останавливает. За нарушением всегда следует наказание. В этом случае административное. Сотрудники спасательной службы рекомендуют оставлять транспорт на специально отведенных стоянках. Мы со своей стороны, конечно, предупреждаем, чтобы сюда не заезжали. Однако, если наши высказывания, наши просьбы убрать машину, они оставляют без внимания, в этом случае, конечно, приходится вызывать ГАИ. И человеку, приехавшему порыбачить или отдохнуть, я думаю, совсем неинтересно будет платить определенную сумму штрафа за то, что он сюда заехал. С 1 мая по 30 сентября на водохранилище Мышанка будет открыт купальный сезон. Здесь ждут всех любителей отдохнуть на лоне природы и заядлых рыбаков. Мой край живопис. В выставочном зале нашего города открылась выставка барановичского художника Игоря Шкири. Экспозиция посвящена 70-летию со дня рождения автора и 50-летию со дня творчества. Поздравить талантливого земляка пришли родные, друзья, известные художники, бывшие коллеги по работе и все любители изобразительного искусства. Мой край живопис. Экспозиция с таким названием открылась в выставочном зале нашего города. Автор – известный барановичский художник Игорь Шкиря. Пейзаж, натюрморт и портрет. На суд зрителей представлено 36 работ, выполненных в масляной станковой живописи. Игорь Шкиря – гениальный художник. Он пишет жизнь. И на холсте жизни только яркие краски и солнечный свет. Когда я поработаю возле холста, у меня совсем другое настроение. У меня сразу поднимается все вокруг. И мне хочется жить, хочется продолжать работу над другими произведениями. Художник обязан иметь свой почерк. И дело в том, что я не люблю темные цвета, потому что темнота есть темнота. Радость жизни – это цвет. Вот мое ощущение, цветовидение такого мира, меня это всегда прельщало. Неразрывная нить судьбы связала творчество с жизнью Игоря Шкиря. С малых лет он увлекался музыкой и рисованием. И долгое время, вплоть до поступления в Минское художественное училище, не мог определиться, какой дорогой идти. Писать музыку или картины. Но желание стать художником взяло верх. В последующем его наставником стал народный художник Беларуси Леонид Шмелев. В настоящее время произведение талантливого земляка находится в городском краеведческом музее, в частных коллекциях нашей страны и зарубежья. Художник не просто сделался мастером с возрастом, а сделался супермастером. Почему? Потому что, во-первых, это труженик, во-вторых, это талант. Я не знаю, может, талант, во-первых, но не в этом дело. Он достиг такого совершенства в своем ремесле, что его можно называть художником с большой буквы. Игорь Шкиря стал довольно популярным не только как творческая личность, но и как человек с активной жизненной позицией. Поздравить художника с открытием выставки пришли бывшие коллеги из образцовой изо-студии «Радуга», которая находится на базе Дворца детского творчества, ученики, многие из которых уже студенты Академии искусств и друзья. Знаю юбиляра с молодости, и вот та искристость, та искренность, та теплота, умение любить людей, умение обаять людей проявилась в его картинах. Конечно, особенно впечатляет вечер, особенно впечатляют те картины, где есть цветы. Ну, наверное, это близко женскому сердцу. Поэтому, в целом, очень приятное, теплое, такое благодатное впечатление. Спасибо большое автору. Выставка продлится до 31 мая. 2 мая в детском лабиринте кинотеатра «Звезда» прошел день открытых дверей. Детей ждали активные развлечения, которые гарантируют безопасность детского отдыха, оставляя при этом простор для веселья. Если для школьников вопрос, где активно отдохнуть и повеселиться, казалось бы, решен, то родителям малышей иногда приходится серьезно задуматься и поломать голову, как сделать детский отдых разнообразным и запоминающимся. В детском лабиринте кинотеатра «Звезда» эту проблему решили. Развлечения придумали и для тех, кто едва научился ходить, и для детей постарше. А в день открытых дверей это еще и возможность испытать все аттракционы бесплатно. Желающих посетить аттракционы в этот день было много. Детский аттракцион «Мультяшки» в кинотеатре «Звезда» – аттракцион, в котором есть все. Мягкий сухой бассейн, горки, качалки-лошадки, домик из пластика, батут, горки с баскетбольным кольцом, дидактическая черепаха, тоннель, набор кубиков буквы и воздушные пушки. Всем этим дети могли пользоваться в день открытых дверей, делясь со взрослыми яркими эмоциями и простым рецептом счастья. Сухой бассейн из пластиковых шариков – один из самых востребованных элементов у ребят и не случайно. Дети обожают проводить время среди цветных шариков, барахтаться, скатываться с них в сборки. Для родителей это отдельная радость, поскольку малыши проводят время с пользой для здоровья. Активное движение среди легких и прочных пластиковых шариков способствует укреплению центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, позволяет лучше овладеть своим телом. Кроме того, не стоит забывать о массажном и расслабляющем эффектах. Немногие задумываются, что играть дидактическими модулями помогают ребенку приобретать практические навыки. Динамичные и захватывающие баталии надолго увлекали детей, позволяя родителям спокойно отдохнуть в прилегающей к аттракциону рекреационной зоне. Каждый из участников получил массу положительных эмоций. Мероприятие дало возможность родителям и детям провести время вместе, отдохнуть нестандартно, весело и с пользой. Сделать детство маленьких горожан действительно праздничным – задача, с которой лабиринт кинотеатра «Звезда» успешно справился. Спартакеда, приуроченная к 65-летию образования Барановичского отдела Департамента охраны, прошла между сотрудниками подразделения. За победу сражались все работники – от электромонтеров до административно-управленческого персонала. По итогам нелегкой борьбы награды нашли самых сильных и ловких участников соревнований. Захватывающей борьбой запомнится участникам и болельщикам спартакеда между сотрудниками Барановичского отдела охраны, приуроченная к 65-летию со дня его образования, юбилею, который служба охраны отмечает 29 апреля. В спортивном зале собрались все неравнодушные к спорту и здоровому образу жизни – от электромонтеров до административно-управленческого персонала. Состязания уже давно стали традиционными как для спортсменов, так и для зрителей, которые пришли поддержать свою команду. Три команды соревновались за звание сильных и ловких. Открыл спортивный праздник подполковник милиции, начальник Барановичского отдела Департамента охраны Сергей Юрчик. Вот и наступила весна, и в очередной раз Барановичский отдел Департамента охраны проводит спортивные мероприятия. В этом году оно приурочено к 65-летию образования нашего подразделения. Сегодня будет проведена спортивная спартакиада, в которой будут участвовать все работники, представители всех подразделений нашего отдела. Это будут электромонтеры, сторожевой состав, административно-управленческий персонал, аттестованный состав. Мы хотим, чтобы наш личный состав был всегда в подтянутой форме, поэтому каждый год проводится это мероприятие. В этом году оно еще более знаменательно. Хочу поздравить весь коллектив нашего отдела с этой датой знаменательной, пожелать им всего самого лучшего и крепкого здоровья. Все участники спортивного мероприятия активно готовились к началу спартакиады, продемонстрировав свою смекалку и умение. Подтягивания, отжимания, бег. Сотрудники Барановичского отдела охраны знают, как поддерживать физическую форму в хорошем состоянии. И с первых минут стало понятно, борьба будет напряженная. Поэтому определить победителя судейской коллегии было нелегко. Жюри оценивало ловкость, скорость и силу. Конкурсы будут различные проводиться на ловкость, на умелость. Здесь участвуют не спортсмены, а люди, которые в своей повседневной деятельности работают в службе охраны различных возрастов. Каждый постарается показать, на что он способен. И в любом случае, я думаю, победит дружба. Да, мы определим победителя, но проигравших на сегодняшний день у нас не будет. Все, думаю, отдадутся, насколько могут, свои силы, желания, старания. И в дальнейшем будем проводить такие мероприятия в целях популяризации спорта, здорового образа жизни. Участие в подобных соревнованиях – это ступенька в развитии профессионализма каждого работника подразделения. Проявив свои лучшие качества, сотрудники отдела охраны еще раз доказали, что всегда готовы к выполнению поставленных задач. Наша безопасность и безопасность страны находятся в надежных руках. Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие 7 дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания.